Мы на участке 1287. Здесь, как и на остальных избирательных участках Ленинского городского округа, сегодня стартовала выборная кампания в Московскую областную и Государственную думы. Новые условия в связи с эпидемиологической обстановкой в стране. На входе на участок стол специальный, здесь перчатки, маски, смотрю, одноразовые ручки, санитайзер. Расскажите нам, что, какой процесс, как встречаете гостей? Мерим температуру, предлагаем маски, одноразовые перчатки, ручки и дальше проходят. На каждом избирательном участке установлен специальный стенд. Здесь вся необходимая информация. Например, сегодня мы можем увидеть, что в Московскую областную думу баллотируется 10 политических партий, в Государственную думу – 14. Также здесь есть подробная информация о кандидатах, месторождения, вплоть до заработка. Люди очень активны. В 8 утра у меня уже здесь была очередь. Более 200 человек. В большинстве случаев у нас молодежь, что непосредственно радует. Ну, я думаю, что на сегодняшний день еще столько же мы готовы ожидать. И действительно, здесь, в Горках, сегодня много молодежи. Вот этот избирательный участок является избирательным участком Анастасии Матвеевой, которая является руководителем местного отделения молодой гвардии «Единой России», тоже пришла проявить свою гражданскую позицию. Анастасия, почему считаете так важным ходить на выборы, в принципе? Вы знаете, в нашей семье есть такая традиция. С детства мне родители приучили ходить на выборы. И выборы каждый раз для нас были праздником. Дети ждали его. А ждали именно потому, что им давали право опустить этот заветный бюллетень. И сегодня я передаю такую эстафету, нашу семейную традицию, своим детям. Надеюсь, через несколько лет они приведут на выборы также своих детей. В этом году выборы продлятся три дня – с 17 по 19 сентября. Избирательные участки открыты с 8 утра до 8 вечера. Поэтому времени, чтобы отдать свой голос, достаточно. Юлия Погасян, Сергей Ларин. Видное ТВ.